Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов в Серхпуховском районе, на котором мы делаем монтаж фиброцементного сайдинга. На доме из обычного бруса, на котором мы делаем также утепление. Минераловатный утеплитель Урсатера толщиной 100 мм. Вот так выглядит наш дом. Здесь вот мы уже полностью сделали утепление. Ну вообще на всем доме мы уже полностью сделали утепление. Здесь даже уже частично начали монтировать кедрал. Вот так вот у нас кедрал смотрится на поддоне. Тут у нас вот этот цвет, я не помню, как он называется. Вот этот цвет C01. C01 идет у нас на лобовую часть, если посмотреть вот здесь вот. Место фаски металлические, ну или джи фаски. Лобовую доску у нас закрывает кедрал белый. Также у нас кедрал белый пойдет на углы и пойдет на окна. А основной цвет дома у нас будет вот таким вот. Вот такой вот цвет. Вот так вот он выглядит. Сирина доски 19 см, длина 360 см. Прикольный материал. Если кому-то нравится отделка под дерево, тем более с учетом нынешних цен, скачка цен на другие строительные материалы, в принципе, кедрал это сейчас очень хороший, очень хороший вариант. Вот такой вот утеплитель у нас. Урсатера. И мы в основном сейчас утепляем дома. Софит пластиковый у нас. Деки. Дзипрофиля. Тоже деки. Используем сухой строганный брусок для утепления. И в качестве обрешетки мы используем сухую строганную доску 100 на 20 см. Равняем доску мы дистанционным саморезом. Вот тут вот, по-моему, да, вот тут вот у нас есть вот этот саморез. Битый Т25. Прикольно. 100 мм длина. 5... Не, 100 мм длина, 6 мм толщина у него. Шаг обрешетки у нас 600 мм. Если посмотреть на пленку, пленка у нас Дельта Нео Вент, которую мы проклеим специальной лентой. Ну, уже такой вот для нас классический вариант. Если посмотреть с той стороны, там уже ребята смонтировали полностью стену кедрала. Выглядит это вот так вот. Тут еще у нас не хватает окон, не хватает подшивки свесов. Тоже лобовую доску закрыли кедралом. Здесь у нас частично кедрал тоже смонтирован. Давайте я вам покажу, как мы делаем стыки. Стык у нас вот так вот. Вот так вот. Вот так. Если тут посмотреть. Вот так. Короче, мы сейчас стыки всегда делаем заводской-заводский. Саморезы у нас граббер из нержавейки для фиброцементного сайдинга. Делаем отступ 20 см. Закручиваем шаг об решетке у нас 600. Вот здесь вот немножко больше. Поэтому пришлось добавить одну доску. Там, где у нас идет стыковка, здесь вот в данном случае на этом объекте мы прокладываем кусок пленки. Здесь вот у нас по стандартной для нас схеме мы заводим утеплитель на раму окна. Здесь у нас фанера для того, чтобы мы потом откосную часть из кедрала могли приклеить. Здесь вот ребята проклеивают. Обычно здесь мы промазываем специальным клеем Дельта Тан и приклеиваем пленку Дельта Тана. Но тут у нас небольшое исключение. Вот здесь вот у нас идет лента и здесь у нас идет белый герметик. Это заказчик сам покупал уже. Но в принципе практически все по нашим стандартам. То есть вот эта часть жесткая, да, и утеплитель обязательно заходит практически на раму окна. Но по крайней мере точно должен перекрывать монтажную пену. Значит тут у нас тоже уже смонтированная кедра. Вот так вот у нас выглядят стыки. Ну по мне вот стык должен быть обязательно заводской-заводским. По крайней мере в тех местах, где у нас видно. Там где не видно, можно резаную часть, потому что если посмотреть на резаную часть, вот она видите, она как бы это у нас немного закругленная, а эта у нас такая как бы острая получается. Их соединяешь, ну не очень красиво смотрится. Когда ты делаешь заводской-заводской, она смотрится намного прикольнее. Если отойти подальше у нас вот так вот выглядит дом с этой стороны. Сверху идут вентиляционные решетки на фронтоне. Вот такой вот красивый дом из фиброцементного сайдинга кедрал. Вот так это смотрится. Тут у нас ребята поставили кронштейны для кедрала. То есть они, вот эти кронштейны намного упрощают жизнь монтажникам, особенно если небольшой коллектив. Соответственно ты их вставил, да, Эдик? Иди покажи, продемонстрируй. Так снимаешь ее. Ну то есть эту ручку вниз опустил, да, у нас просто другие были раньше кронштейны. То есть ты ее вставил, да, и раз зажал, да. Все, я понял. А сюда уже вставляется непосредственно кедрал. Сколько тут сантиметров? Три сантиметра, да? Ну вот как раз три сантиметра. Раньше были красные, сейчас вот такие вот кронштейны.